Слышно, да? Хорошо. Глубокоуважаемый Всеволод Арсенчевич, глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья, вот Михаил Аркадьевич Островский в самом начале говорил, что он специально инструктировал докладчиков и просил, чтобы они совместили общее представление по проблеме, которые были бы полезны преподавателям университетов, ну и тем не менее не забывали бы, что это научный конгресс, и здесь должны быть доложены очень серьезные научные данные, ну, конечно, с использованием собственных данных, наверное, в основном. Я постарался это все совместить и использую наши данные, которые прошли международное лицензирование там с указанием статьи, где они опубликованы. Ну вот первый слайд, который, поскольку речь-то идет фактически о межклеточных взаимодействиях и координации межклеточной интеграции организма, то надо сказать, что я этим занимаюсь всю свою жизнь, начиная, наверное, с 68-го года, а стартовал я с Андреем Львовичем Поленовым, который как раз вот работал и внес, по-моему, очень важный вклад в работу и в историю Института эволюционной физиологии. Надо сказать, что когда попал к Андрею Львовичу, я изменил своей первой любви. Когда я учился в Москве, моя первая любовь была электрофизиология, я делал довольно большие успехи, но в те времена, в 60-е и в 70-е годы, мало, наверное, кто это знает, но была практика приглашения очень крупных ученых. Ну, я в Москве тогда учился, и эти ученые не только выступали на каких-то профессиональных семинарах, но и давали публичные лекции. И вот на эти лекции тогда не было интернета, но все студенчество сбегалось на основе сарафанного радио. И вот я помню, была такая потрясающая лекция Ганса Селье. Это, наверное, был где-то 67-й год. Я был потрясен этой лекцией, и я решил, что я буду нейроэндокринологом. Вот Андрей Львович был лидером одной из крупнейших школ и наиболее продуктивных школ в этом направлении. Поэтому я говорю, что если бы не Андрей Львович и его лаборатория, не факт, что я здесь бы стоял, или, по крайней мере, стоял бы и рассказывал о том, что я должен рассказывать. И вот сейчас я хочу перейти к названию. Я его немножко модифицировал. Вот у меня первоначальное название было нейромедиатор, как язык межклеточного общения. Я его немножко приблизил к тому, о чем я буду говорить. Я буду вообще говорить о химических сигналах, как универсальном языке межклеточного общения. Вот здесь тоже были разговоры, очень правильно, я не помню, по-моему, Юрий Викторович наточен об этом говорил, что в любой области науки, в любое время в жизни всегда есть период, когда разбрасывают камни, и есть период, когда их собирают. Вот мы знаем с вами, что есть представление о иммунных регуляциях, нервных регуляциях, эндокринных регуляциях и так далее. Но это вот то, что мы разбрасывали камни. А вот я сейчас постараюсь вас убедить в том, что этих регуляций нет. Эти регуляции – продукт нашего сознания. Мы специально поделили организм, наше представление для того, чтобы нам было удобно изучать. А на самом деле есть вот общая система регуляции межклеточной с помощью химических сигналов, которые являются универсальным языком. Что значит общая система? Это значит то, что все... Я к этому буду возвращаться много раз. Это означает то, что во всех системах, которые мы сейчас называем нервные, эндокринные, иммунные, одни и те же химические вещества по своей природе являются межклеточными сигналами. Одни и те же. И эти вещества действуют на одни и те же рецепторы на клетках. И поэтому мы не можем выделить отдельно вот эти отдельные регуляции. И вот здесь несколько вопросов, на которых я хотел остановиться. Прежде всего, это концепция химические сигналы, как универсальный язык межклеточного общения, ее предпосылки. Ну и на последующих. Ну вот начнем с первого. Вот смотрите, что традиционные представления о существовании нескольких органо-специфических систем регуляции, о которых мы говорили. Ну первое, нервная регуляция. Она включает головной и спиной мозг и периферическую нервную систему. В основе химический сигнал нейромедиатор. Источник химического сигнала нейрон. Функциональную роль нейротрансмиссии в нервной системе. То, что мы сейчас приписываем нейроэндокринной системе регуляции. Именно нейроэндокринная. Это основа, это гипоталамогипофизарная система. Где нейрогормоны, синтезируемые нейронами, передают свои сигналы эндокринным клеткам гипофиза. Эндокринная система регуляции. В основе лежит действие гормоны, которые продуцируются клетками эндокринных желез, и те обеспечивают регуляцию клеток и органов мишени. Ну и, наконец, иммунная регуляция, которая включает иммунокомпетентные органы, которые продуцируют иммуномедиатор. И дальше идет регуляция иммунного ответа на чужеродные антигены. Вот смотрите, что получается. Вот здесь вверху дается такая схематическая, схематически представлена регуляция. И речь идет о том, что одни и те же вещества участвуют в межклеточной регуляции организма, начиная от многоклеточного организма до очень сложного организма млекопитающего. Причем одни и те же вещества. Ну, мы знаем классические работы Бузникова, Каштоянца, который показал, что серотонин, который считался многие годы классическим нейротрансмиттером, оказывается, он синтезируется на уровне многоклеточных организмов и участвует в паракрины регуляции клеток. Ну, вот что в конце концов самое важное из того, что я хотел сказать? Это то, что межклеточные сигналы в любой из систем регуляции, о которых мы говорили, они представлены одинаковыми по природе химическими веществами. Это белки, пептиды, стероиды, моноамины, аминокислоты, может, еще что-то можно добавить. Дальше. Что синтез происходит в пределах одной клетки, как правило. Но сейчас уже появляются исключения, когда в синтезе медиаторов участвует не одна, а по крайней мере две клетки, два нейрона. То есть это вот такой кооперативный синтез. Он недавно был открыт. И в конце концов, что все эти вещества действуют на одни и те же рецепторы в разных клетках, но при различном физиологическом ответе. Вот это принципиально важно. Действуют одни вещества на одни и те же рецепторы, но в зависимости от клетки они вызывают разные реакции. И вот дальше мне показалось, что мы в какой-то степени уподобились в течение многих лет, уподоблялись вот этой известной притче индейской, о том, что слепые мудрецы ощупывают слона, и каждый видит то, за что схватился. Одни видят хвост, условно, нервной регуляции, другой схватился за ухо, видят иммунные регуляции и так далее, и так далее. И вот мне кажется, что очень важно то, что сказал академик Моисеев, покойный, уже математика известный, о том, что в науке всегда существовало две тенденции. Одна тенденция – стремление к специализации, понять все больше, а все меньше. Она отвечает и минутным потребностям рынка, и соответствует тенденции современного рынка. Вторая тенденция – это увидеть большее, пренебрегая меньшим. Она отвечает стремлением человека увидеть целостность того мира, в котором мы живем, и значит заглянуть в будущее, опуская некоторые детали, заменяя микроскоп телескопом. Сегодня происходит гипертрофированное развитие первой тенденции, что препятствует формированию целостного видения, образа современного мира, а в этой аудитории, я бы сказал, организма, целостная картина организма. И вот в науке действительно, как и предвосхищал академик Моисеев, в значительной степени произошла подмена интегративной физиологии клеточной и молекулярной биологии. Теперь вот, когда мы хотим понять, как работает организм, и я своим ученикам об этом всегда говорю, мы всегда должны понимать и помнить, что логика природы не тождественна логике человека. У меня человек сам продукт природы. И поэтому, чтобы приблизиться к логике природы, мы формулируем рабочие гипотезы. И эти рабочие гипотезы далеко не всегда подтверждаются, что и говорит, подтверждает лишний раз, что наша логика и логика природы – это не одно и то же. Поэтому мне хотелось бы поближе проникнуться логикой природы. Ну и вот дальше, если говорить об этой концепции, о которой я сказал, что есть единая фактически система регуляции, то предшественниками, конечно же, явились, ну, прежде всего, Сандьяго, Рамон и Кахар. Совершенно потрясающий человек, который, глядя на препарат, импрегнированный серебром, который ни о чем не говорит, но обычная, скажем, картинка красивая, что кто хотел, тот на ней увидел. Он увидел, как работает мозг. Как работает мозг вплоть до молекулярных механизмов. Вот, это абсолютный гений. И я до последнего времени участвую в совещаниях, в том числе в американских, международных, я вижу, как все заканчивается тем, что выступают молекулярные биологи, и говорят, ребята, мы показали вот на этом симпозиуме, такие-то, такие-то у нас достижения, так вот, это все пригласит, все кахаль. Вот, и он как раз и говорил о химической сигнализации, он говорил о специализированных контактах и так далее. Второе, это селье, о котором я говорил, и благодаря которому я стал нейроэндокринологом. Вот он на что обратил внимание? Он обратил внимание на то, что вот чем логика природы и логика человека отличается. Он обратил внимание на то, он вообще сам был врач, да, и был студентом. И он обратил внимание на то, что люди, когда врачи в больнице, обращают внимание, в общем-то, только на специфические симптомы. Но никто не обращает внимания на то, что у многих заболеваний развивается общий одинаковый фон. Вот это и называется общий адаптационный, в виде повышенной температуры, например. Вот, то есть вот этот человек подошел с этой точки зрения к тому, о чем я буду говорить. И, наконец, Каштаянс. Каштаянс, мне как раз повезло, что я как бы получил две школы. Одну в Институте эволюционной физиологии и биохимии, это школа там Арбеля, а вторая, это вот вторая физиологическая школа, Каштаянс. Я тоже фактически являюсь последователем этой школы, хотя Каштаянса никогда не видел. Вот Михаил Аркадьевич Островский прямой его ученик и последователь. Так вот, гениальность Каштаянса, он вообще действительно был гениальный ученый. Очень часто, когда мы говорим о том, что ученые гениальны, но вот сформулировать в двух словах, в чем их гениальность, иногда очень сложно. Вот с Каштаянсом все очень просто. Он как раз в этом направлении, о котором я говорю, он сказал, ребята, вот есть действительно классические нейротрансмитеры, но я абсолютно уверен, что их роль не ограничивается только тем, что они участвуют в синаптической передаче углекопитающих, что они должны быть у низших, там, у даже не позвоночных, у многоклеточных, и они должны играть важную роль в функционировании и в интеграции клеток. Что и подтвердилось. Были совершенно замечательные у него ученики, Геннадий Алексеевич Бузников, Дмитрий Антонович Сахаров и так далее. Ну, вот это вот предшественники той концепции, о которой я буду говорить. Ну, теперь позволите перейти ко второму. Ну, и к последующему. Значит, что я хочу сказать? Я хочу рассказать о том, какие классические существуют представления о нервной регуляции, о нейроэндокринной регуляции, эндокринной регуляции, и что позволяет все-таки считать, что они являются составной частью общей системы регуляции организма, межклеточной сигнализации. Ну, значит, прежде всего, вот эта вот схема, она как раз показывает, что нервная система интегрирует работу целостного организма, мозг фактически является дирижером, нервная система обеспечивает быструю кратковременную регуляцию, но есть и нейроэндокринная система, которая обеспечивает регуляцию тоническую. То есть, фактически, по аналогии с селье, это то, что действует медленно, меняется медленно, но создает общий фон, на котором уже может проявляться специфика. Ну вот. И вот здесь я хочу привести пример. В 80-е годы, значит, после того, как были бурно развивались иммунологические методы, вот в 70-е годы был ряд, один за другим шли открытия в области нейронаук. Они считались абсолютно фундаментальными и абсолютно специфическими открытиями для нейронаук. С этим, в основном, была связана школа Каролинского института, Хокфельта, Фокса, я их называл могучей кучкой. Ну вот смотрите, в чем это все состояло. В том, что действительно было показано, вот к концу 80-х годов, что есть нейромедиаторы. Кто они? Пептиды, монамины, ацетилхолид, аминокислоты. Они везде есть. Мы сейчас знаем, что они есть везде. Они есть в кишечнике, они есть в иммунокомпетентных органах. Есть везде. Но это представлялось как абсолютная специфика и открытие в области нейронаук. Дальше. Нейромедиаторы синтезируют один или несколько, могут синтезироваться один или несколько в отдельных нейронах. То же самое мы можем сказать практически о любой клетке в организме. Сегодня. Дальше. Экспрессия генов и синтеза нейромедиаторов или ферментов контролируется межклеточным сигналом. То же самое. Великий Шанжо, который у нас был в гостях несколько лет назад. То же самое. Это все относится ко всему. Дальше. Нейромедиаторы воздействуют на рецепторы не только в области синапса, синаптической нейротрансмиссии, но и вдоль всей поверхности нейрона. Так называемая объемная нейротрансмиссия. Вот я в следующий раз, когда будет возможность, я Павлу Милославовичу задам вопрос. А вот какая роль объемной нейротрансмиссии? И как можно объяснять память в тех случаях, когда она доминирует? А синаптической почти нет. Вот. То же самое. Все это относится ко всему. По всей поверхности клетки есть рецепторы. И физиологический ответ клетки является интегральным показателем действия сотен физиологически активных веществ, химических сигналов, которые находятся в межклеточнике. Дальше. Нейроны воспроизводятся во взрослом организме из клеток мишени. Вот единственное различие, которое проповедовалось многие десятки лет, это то, что нейроны, в отличие от эпителиальных клеток, например, относятся к стабильной популяции. Но даже они оказалось, что воспроизводятся. Даже в этом нет отличия. Дальше. Нейромедиаторы играют роль морфогенетических факторов в онтогенезе, контролируя развитие нейронов мишени. То же самое относится ко всем другим клеткам, другим органам. Я на этом немножко подробнее позднее остановлюсь. То есть, что я хочу сказать. Вот эти все великие открытия в нейронауках, которые связывались с мозгом, они оказались открытиями, которые распространяются на весь организм, практически на все органы. Дальше. А дальше вот смотрите. На фоне того, что есть нейроны, которые полностью синтезируют какой-то определенный нейротрансмиттер или химический сигнал. Ну, нейропептиды, понятно. Это единственная единая цепочка. А вот моноамины. Моноамины, синтез моноаминов, это каскад, ферментативный каскад. Как минимум, два фермента должно быть. И для дофамина должна быть тирозин гидроксилаза и декарбоксилаза ароматических аминокислот. Ну так вот. Сейчас, минуточку. Так. Слушай, ты сейчас, минутку. Как бы мне назад переставить. Сейчас у меня не получается. Ну ладно, бог с ним. Значит, смотрите. Были наряду с дофаминергическими нейронами, в которых есть оба фермента синтеза, были открыты, еще вот этой группой Хокфильда в конце 80-х годов, были открыты нейроны, в которых есть только по одному из ферментов. И вот, надо сказать, что этих людей очень-то возбудило. Что же может делать нейрон с одним только ферментом? И вот, посмотрите, какая группа интернациональная. Американцы, французы, шведы объединили свой потенциал, а у них был колоссальный потенциал в это время, чтобы понять, каково их функциональное значение. Вот они бились-бились и не поняли. И не поняли, и тогда что они сделали? Они стали делать вид, что этих клеток вообще нет, что они... Ну вот, какое-то уродство природы, да? Но реалии сегодняшнего дня какие? А реалии такие, что эти вот моноферментные нейроны, так сказать, они широко распространены по всему мозгу. Сначала их нашли только в гипоталамусе. Сейчас они уже по всему мозгу распространены, включая спинной мозг, да? И самое главное, что их число многократно превышает число нормальных дофаминергических нейронов. То есть это какой-то некий новый уровень клеточной сигнализации. И вот здесь как раз дается схема того, как... Ну, это вот нам удалось это, наконец, поставить точку в этом. Какое функциональное значение этих нейронов? А функциональное значение вот какое. В дофаминергических нейронах вы видите, дофамин синтезируется из эль-терозина, оба фермента, есть все в порядке. Но лежат рядом не дофаминергические нейроны, пептидергические. И вдруг, по какой-то причине, они начинают вспоминать, что эволюционно они могут экспрессировать эти ферменты. И они их начинают экспрессировать, но только по одному ферменту. И таким образом уже дофамин синтезируется, но в виде вот такой цепочки. Вот. И такие моноферментные нейроны, они были обнаружены. Мало того, вот эти вот нейроны, в которых есть только первый фермент синтеза, и который формирует, синтезирует эль-дофа. Что было показано? Что эль-дофа сам по себе играет роль нейротрансмиттера. То есть промежуточный продукт синтеза оказался тоже межклеточным сигналом. Совсем недавно был клонирован рецептор к этому сигналу, и сейчас нет сомнений в этом. Да? Вот. И... А дальше значит, стал вопрос, действительно, какая функциональная роль этих моноферментных нейронов. Поскольку, понятно, с точки зрения оценки энергетических затрат, риска разрушения промежуточных продуктов, понятно, эффективнее должен быть синтез в дофаминергических нейронах, чем в моноферментах. То есть до горбосилаза должна выйти из одного нейрона, попасть в другой, и так далее. Эль-дофа, вернее. Так вот, что было показано нами? Это то, что вот эти вот моноферментные нейроны, они играют адаптационную роль. Вот эти пептидергические нейроны начинают синтезировать, или даже не пептидергические, по одному из ферментов, когда чувствуют, что возник дефицит дофамина. Вот. И это происходит, скажем, вот на моделях наших, где вызывается дегенерация дофаминергических нейронов, в гипоталамусе, в негростриадной системе, с помощью нейротоксинов. И вот по мере, смотрите, по мере увеличения функциональной недостаточности дофаминергических нейронов увеличивается и доля кооперативного синтеза. Вот видите, он зеленый. Причем, что будет удивительно? Вот, я сейчас хочу удивить Юрия Викторовича заточного. Хотя он точно знает это все. Ну, может, еще кого-то удивлю. Дело в том, что вот мы говорим о том, что у нас есть промежуточный продукт Эльдофа. Эльдофа включается в синтез, он может включаться в синтез в дофаминергических нейронах, дофамина, но он также может включаться и в синтез, а здесь у меня нет уже, серотонина, дофамина в серотонинергических нейронах. Но самое-то главное, что фактически речь идет о новом уровне интеграции, межклеточной интеграции в организм. Не на уровне сигнализации, а на уровне совместных синтезов. Так вот, я сейчас поженю мозг и почку. Каким образом? Представь себе, что это доказано. Мозг продуцирует огромное количество Эльдофа. Эльдофа, как мы сказали, доказано, играет роль нейротрансмитера. Но Эльдофа свободно проникает через гематоэнцефалические барьеры и поступает в кровь. А дальше куда он идет? А вот здесь выступает Юрий Викторович. Он идет в том числе в эпителиальные клетки, если я правильно помню, проксимальных канальцев, где есть декарбоксилаза, но нет тирозингидроксилаза. И вот этот Эльдофа превращается в дофамин, который действует на рецепторы дофамина в тех же самых клетках. То что получается? Что в почке, если они правы, вы замахаете руками, ногами потопаете. Юрий Викторович. Но что получается? Что в проксимальном канальце есть клетки, в которых есть рецепторы дофамина. Значит, они регулируются, дофамин. Но нет источника дофамина. Но есть клетки, которые могут превратить вот этот предшественник, который пришел, например, из мозга в дофамин. То есть речь идет о том, что появился новый уровень межклеточной интеграции на уровне промежуточных синтезов. Вот. Этого я никогда не помню, чтобы где-то слышал. Да. Ну и дальше давайте перейдем вот насчет нейрогормональной регуляции в норме и патологии. И вот здесь я хотел вам заранее сказать, что ведь у нас химические сигналы, они должны распространяться. И обычно для этого используются гоморальные следы. Там это может быть спинномозговая жидкость, это может быть кровь, все что угодно. Вот я хочу вам доказать, что есть единое пространство такой гоморальной следы для мозга и для периферии. Вот смотрите. Значит, я думаю, что мало кто знает, но мне сам Бог велел, я этим много занимаюсь. Прежде всего, мы недавно сформулировали гипотезу, я не могу сказать, что она 100% оригинальная, но в общем оригинальная. То, что мозг имеет собственную эндокринную систему, которая из чего складывается. Эндокринная система складывается из трех компонентов. Первый – это источник физиологически активных веществ, химических сигналов. Да, вот у нас есть нервная ткань в мозге, которая продуцирует эти химические сигналы. Первый фактор выполнил. Первый критерий. Второе – должна быть гуморальная среда, куда эти сигналы поступают, из которой они распространяются в пределах органов. Есть такая среда, и это у нас спинномозговая жидкость. И третье – должны быть мишени для вот этих сигналов в мозге. И действительно, у нас вещества, свободные из спинномозговой жидкости, поступают в мозг и контролируют работу перевентрикулярно расположенных нейродов. То есть, мы уверены сейчас, что у нас есть собственная эндокринная система мозга. Но, что важно, что эта эндокринная система не замкнута. Она сообщается напрямую с основной гуморальной средой, с кровью. Каким образом? Значит, природа придумала такую очень интересную штуку. Причем, знаете, я все время хотел, помните, когда я говорю, логика природы и логика человека не совпадают, да? Природа универсальна чем? Она вырабатывает универсальные механизмы работы организма. Как можно более простые, как можно более легко воспроизводимые. Вот. И тиражирует ее на весь организм. Так вот, смотрите, что природа придумала. Природа придумала сделать в мозге, сделать так называемые окна мозга. Такой был известный, очень профессор, Рочестер, книги, он их назвал как раз окнами мозга. Что такое окна мозга? По средней сагитальной плоскости, в средней сагитальной плоскости мозга расположено пять вот этих так называемых циркумедрикулярных органов. В чем их особенность? Их особенность в том, что в этих отделах практически нет барьера. Нет барьера между кровью и спинномозговой жидкостью. То есть он очень условный. Вот здесь дается схема такого барьера. То есть это не значит, что желудочки мозга напрямую соприкасаются с сосудами. Нет, это не так. Но, что получается? Для физиологически активных веществ нет барьера. Смотрите, нейроны секретируют спинномозговую жидкость, и они в этих же органах секретируют кровеносные сосуды. Мало того, происходит обмен между содержимым спинномозговой жидкости и кровью с помощью радиальной глии, которая называется, ну, например, теницитами. Таким образом, у нас нет замкнутой эндокринной системы мозга. У нас есть общая гуморальная среда целостного организма. А теперь, дальше что получается? Дальше есть еще одно место, где у нас непосредственно стыкуются нервные химические сигналы, которые вырабатываются в мозге, и эндокринная регуляция. Это вот тем, чем занимался всю жизнь Андрей Львович, ну, и я уже тоже стараюсь этим заниматься. То есть, вот в этой области мозга, в гипоталамусе, обнаружены пептидергические нейроны с двойственной функцией. Это функция нейронов проводить импульс, но, с другой стороны, это функция секретурной клетки. Сегретировать сигнальные молекулы, которые поступают по вот этим циркуляциям, либо в общую систему циркуляции, либо в гипофизарную циркуляцию, и они управляют работой эндокринной системы. То есть, они вливаются в общую эндокринную систему регуляции. Ну, и дальше уже я вот хотел показать, насколько сейчас усложнились представления об эндокринных регуляциях. Это фактически кибернетическая система на основе прямых и обратных связей, там 5-6 уровней, и вот дирижер, это вот у нас гипоталамус. И дальше я что хотел сказать, Андрей Львович, я опять к нему возвращаюсь, почему? Потому что Андрей Львович впервые высказал предположение о том, что вот те нейрогормоны, которые вырабатываются в гипоталамусе, участвуют не только в регуляции передней доли гипофиза и эндокринной системы, но и напрямую участвуют в регуляции периферических мишеней, помимо почки и матки сосудов, о чем было давно известно. И вот он как раз такую создал концепцию параденогипофизарной регуляции заднегипофизарными гормонами периферических органов мишени. Ну вот я, по идее, должен был развивать эту концепцию в лаборатории Андрея Львовича, но так получилось, что мы создали модель, но дальше мне пришлось эту лабораторию покинуть с большим сожалению, и эта работа застряла на месте. Что мне хотелось бы еще добавить об Андрею Львовича, это просто интересный пример научного мышления. Вот у Андрея Львовича уже в 60-е годы, даже в конце 50-х, на руках были все козыри, доказывающие, что есть новое образование нейронов и стволовых клеток. Но он до конца жизни этого не знал. Понимаете, вот это было поразительно. Если бы он это сделал, ну, это сейчас не тема для этого обсуждения, если бы он это сделал, то тогда он бы затмил все, наверное, остальное, что он сделал, хотя он сделал очень много. Поэтому, я говорю, надо очень внимательно относиться к своим наблюдениям. Ну и последнее. Вот мы с вами говорили, я уже упомянул, что одни и те же химические сигналы действуют на клетке с одними и теми же рецепторами. во взрослом организме они контролируют функциональную активность, то есть их действия кратковременные, обратимые и так далее. Но вот есть критический период развития морфогенеза, когда такое вещество подействует в строго определенное окно онкогенеза, как правило, это все укладывается в перинатальном периоде, отражается на развитии этой клетки, этого органа, и эти изменения уже необратимы. Поэтому если в это окно не оказалось этого вещества или оно оказалось в недостаточной концентрации, или оно немножко вылезло за пределами этого окна, что происходит? Происходят некорригируемые врожденные заболевания развиваются. Вот. И поэтому я хотел особое внимание уделить химической сигнализации как языка управления развитием целостного организма. И здесь я хотел подчеркнул, что мне посчастливилось быть косвенным, но последователем двух школ. Школа Арбели и школа Каштаянца, в которую очень хорошо вписался мой шеф в Москве уже Михаил Семенович Мицкевич, профессор Михаил Семенович Мицкевич. Так вот, значит, они занимались онтогенезом, но у них совершенно разные задачи ставили. Арбели это рассматривал как возможность распутать сложнейший клубок работы каких-то сложных регуляторных систем без наличия прямых методов, которые мы сейчас имеем, да? А Михаил Семенович и Каштаянцы рассматривали это с точки зрения понимания, как сигналы вот этих вот органов в этот период оказывают влияние на развитие. И вот здесь вот нам удалось, да, и вот я хочу привести в качестве примера такой мишени мозг. Ну, здесь совершенно все понятно, какие этапы развития у мозга. Это нейроногенез, образование стволовых клеток, миграция и дифференцировка нейронов, формирование нейронных сетей, синаптогенез, апоптос. И самое главное, что вот это развитие, все, оно заканчивается к концу перинатального периода, когда мозг уже полностью сформирован, нейрональные сети. И вот на всех этапах дифференции развития нейрона и мозга морфогенетические факторы оказывают ключевую роль в развитии и в подготовке мозга к работе. Вот такие, причем одним из классических явился как раз серотонин. И а дальше что получилось? Была создана концепция развития нейроэндокринных регуляций в онтогенезе. И вот Михаил Семенович был одним из авторов этой концепции и было показано, что вот что в пренатальном периоде, да и в перинатальном, существует незамкнутая система регуляции. Очень развиваются эндокринные железы, которые секретируют вот те факторы межклеточные сигналы, о которых я говорил. Под влиянием этих межклеточных сигналов формируется мозг, а вот мозг до полного своего формирования формируется мозг очень поздно. Если мы уберем крысы, это конец второй, третьей недели постнатального периода, что вот до этого мозг вообще никакого участия не принимает и сигналы мозга, не принимает в развитии целостного организма. Ну и только после того, как мозг уже сформировался, очень поздно он берет под контроль гипофизы, таким образом эндокринные железы. Так вот, мы на что обратили внимание? Мы, когда анализировали конкретные сроки развития мозга и формирования нейронов, на что мы обратили внимание? Смотрите, нейроногенез происходит очень рано, он заканчивается к 15-16 дню. Я имею в виду крыс с периодом беременности 22 дня. Дальше. Вот эти нейроны сразу начинают экспрессировать химический фенотип. То есть, что это значит? Нейроны еще на нейроны не похожи, это просто обычная клетка, шарик. У него нет никаких отростков, нет никаких связей, но он уже экспрессирует все специфические синтезы. И сигнальные молекулы, и рецепторы, и транспортеры, все абсолютно. Хотя это никакой не нейрон. Дальше. Вот после этого начинаются разрастания эфирентных проекций и афирентный синаптогенез. И вот смотрите, что происходит. очень поздно, только в конце созревания самого мозга формируется гематонисфолический болезн, который отсекает большую часть веществ, которые могут прийти из мозга в кровь и из крови в мозг. О чем, что это означает? Дальше. Да, и была вот сформулирована такая гипотеза, что развивающийся мозг функционирует как мультипатентный эндокринный орган, контролирующий своими сигналами развитие целостного организма и самого мозга. Прошло уже много лет, и эта гипотеза уже полностью подтверждена. Я очень рад это сообщить. И я сейчас, ну вот здесь вот дается публикация, где приведены прямые доказательства этого, но я сейчас хочу показать, что все-таки за это время произошло. Вот посмотрите, вот это исконная гипотеза, о том, что мозг ничего не делает, никак не влияет на развитие организма. А вот это то, к чему мы пришли, на основании чего? Сейчас показываю. Смотрите. Значит, первый этап, красненькие точки, видите? Это вот, я говорю, нейроны, которые совсем не нейроны, у них нет ни отростков, ничего, ни междурональных связей, начинают синтезировать сигнальные молекулы, которые они выделяют. Первый этап. Следующий. Вот эти вот сигнальные молекулы, они нет гематоэнсифолического барьера, они поступают в кровь и достигают органов мишени, на которые они действуют. Органы мишени определяют их развить. И здесь я проскочил, к сожалению, можно на один назад, нет? Или сложно? Ну ладно, хорошо. Я проскочил, да, но вот здесь вот видно, смотрите, что помимо того, что они влияют друг на друга, оказывают прокринное влияние, они влияют, оказывают эндокринное влияние, но самое главное, на периферический орган, но самое главное, через кровь, они также могут влиять на развитие нейронов. Причем нейронов, которые удалены от источника, вот отсюда досюда додефундировать сигнал не может по межклеточному, просто расстояние очень большое. А вот таким вот образом он может попасть в любое место мозга. И значит, таким образом у нас что получилось? У нас получилось, что вот эта концепция превратилась в такую, что у нас мозг в процессе развития источник сигналов невероятного количества, которые в десятки, в сотни раз превышают все вместе взятые сигналы эндокринных желез, которые участвуют в развитии целостного организма и самому, и самому, и самого мозга по принципу ауторегуляции. Вот. И дальше мне хотелось сказать вот какую штуку, что вообще всякая гипотеза, которая доказывается, я думаю, очень важный этап доказательства, то, что накапливаются какие-то данные, которые с позиции сегодняшнего дня невозможно объяснить. И вот если эта гипотеза начинает это объяснять, значит, это очень серьезный аргумент в пользу того, что она действительно реальна. Так вот, смотрите, есть такой отдел мозга в гипоталамусе, супрахиазматическое ядро. В супрахиазматическом ядре в перинатальном периоде, когда оно развивается и когда идет морфогенез, огромная концентрация рецепторов к дофамину. А дофамина нет. Дофамина нет. И тогда это все обнаружили молекулярные биологи. И что они сказали? Они сказали, ну, это ошибка природы, там какие-то сцепленные экспрессии генов, одно сцепилось, другим не поймешь, для чего, и ничего это не нужно. Так вот, с точки зрения эндокринной функции мозга, все очень легко определить. Дофамин синтезируется в другом совершенно отделе мозга, додефундировать сюда он не может, но он может попасть через кровь эндокринным путем. Вот, я считаю, что это очень важный такой аргумент. Но и наконец, и наконец, такая история, что, смотрите, вот мы с вами говорим о том, что есть взаимная регуляция, но я в основном сконцентрировался на связи с мозгом. Вот, я хотел привести один пример. Норадренолин, один из важнейших гормонов, нейротрансмиттеров, иммунных нейромедиа, как хотите, так его и назовите, и все будет честая правда. Так вот, он вырабатывается в трех источниках в основном. Это мозг, это надпочечники, и это хромофинная ткань, которая разбросана в организме вдоль сосудов. И вот мы проанализировали, что происходит вот в этот период развития. Вот это эмбриональный день, когда, в общем, развитие только начинается регуляция, а вот это вот, седьмое, пятнадцатый день, это основные периоды морфогенеза. Тридцатый, это уже взрослый, когда все закончилось. Так вот, посмотрите, между этими органами и секреции их в общую циркуляцию гормонов существует прямая связь и очень интересная. Посмотрите, на этом этапе мозг вкладывает пять процентов, да, в это. Дальше, здесь уже мозг вкладывает двадцать пять процентов, когда нужны эти сигналы, особенно для развития. Здесь уже тридцать си. То есть, мозг играет огромную роль на этом фоне, большой вклад надпочечников, естественно, здесь и здесь и здесь. Что интересно, вот я говорю, это загадка, да, для ученого. Вот смотрите, когда все созрело, одни надпочечники поставляют в кровь норадреналин. Почему надпочечники вот не могли все это сделать? Одни надпочечники. Очевидно, идет какая-то перестраховка, какое-то дублирование функции с тем, чтобы если вот в этот самый ответственный период что-то поломается в одной системе, чтобы тут же могла сработать и компенсировать дефицит второе. Ну и я уже заканчиваю. Ну и я вам говорил, что нарушение метаболизма вот этих сигнальных молекул в мозге приводит к развитию огромного количества врожденных заболеваний. Это аутизм, это синдром Калмана, нарушение репродуктивности и так далее. И понятно, что это путь к трансляционной медицине и к разработке новых диагностик, новой диагностики и лечения. Вот. Ну а теперь заключение самое главное. Вот заключение здесь вот так вот красочно изображено схематически, а вот здесь фактически то, о чем я уже говорил, это то, что мы говорим, что есть нервная регуляция, иммунная там, эндокринная там, еще такого нет, да, есть единая регуляция с помощью универсальных межклеточных сигналов, которые вырабатываются всеми клетками всех систем. Одинаковая природа. Дальше. Синтез может быть в пределах одной клетки, но также может быть поэтапный другой. То есть это новый уровень межклеточной интеграции в организме. Дальше они все поступают в единую фактически гуморальную среду и действуют на одни и те же рецепторы в разных клетках при различном физиологическом ответе. Тем не менее, я вот, вот это. Так что вот это, собственно, квинтэссенция того, что я хотел рассказать. Ну и самое главное, вы знаете, мы все время говорим о том интеграция целостного организма, что это гарантия жизнеспособности, это возможность адаптации к изменяющимся внешним условиям. Я очень люблю показывать эту картину великого Дали, он невероятно был философски, подходил к этому, и в общем он, конечно, был внутри ученым, я думаю, если вы все другие картины знаете. Так вот, о чем говорит эта картина? Он поставил ту задачу, которую мы все с вами решали всю жизнь. Каким образом прекрасная Галатея, Гала, да, кстати говоря, появившаяся из Казани в его жизни, каким образом, вот она, имея такие элементарные частицы в основе, как она могла превратиться в такую красавицу, которую он любил всю свою жизнь. Не могу сказать, что это было взаимно. И, наконец, там была другая картинка, когда говорится о том, что при нарушении вот этой гармонии, общей гармонии, нарушении этой интеграции, происходит слома организма, и у нас, если это происходит в пренатальном периоде, то у нас нарушается морфогенез, если уже это происходит в том возрасте, в котором я нахожусь, это может быть совсем плохо и необратимо. Ну, так вот, и я сейчас хотел как раз вас всех поблагодарить за внимание, хотел пожелать вам доброго здоровья, хотел вам напомнить, что у нас есть шанс продлевать все эти учения здесь за счет развития профилактической медицины, которая еще идет от Гиппократа, но уже на базе трансляционной медицины. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Павел Владимирович. Очень интересно, благодарю вас от всего комитета. День будете. И давай, конечно. Может, не присвидетель бить? Михаил Владимирович, не только за эту блестящую лекцию, но за ваш огромный вклад в нашу физиологию от студенческих лет по сегодняшний день мы вручаем вам медаль нашего общества, медаль Ивана Петровича Павлова. Спасибо, Михаил Владимирович. Лекция была очень интересная. Спасибо. А сейчас объявляется на полчаса кофе-брейк. После этого будет заседание в этом же зале через полчаса посвященное иммунной системе. Пожалуйста. Отдыхаем. Объявление организационное. Кофе-брейки сейчас на трех этажах. Самый большой на третьем зале Тоскана. Наши волонтеры проводят туда. На втором и на...